Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Марина Джалая, глядите в этом выпуске. Православные верники всього света рыхтуются дараштва Христова. Сеоня опошний день, який попередничает одному з головных святов християнского календара – пуття. Доброчинная акция «Наши дети» протягивается. Сеоня 300 выхованцев школы-интернату отримали подарунки от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Православные верники всього света рыхтуются дараштва Христова. Сеоня опошний день, який попередничает одному з головных святов християнского календара и называется «Ён Куття». Гэта шаспакаяние у змоцленной падрыхтолки дараштва. А таксама день особлива строгага посту. По традиции, он заканчывается са заявлением на небе першей зорки, яка обвястила усяму свету обнародженні Сына Божага. С гэтага моменту и починается святковання раштва. Сапраудный калядный цуд шакаў сёння хлопшыка ў дзялчынык, яке знаходзіца на лячэні ў дзятяшы областной клинічной балніцы. Да іх сподарункаме завітаў епискап гомельскі і жлобінскі Стяфан. Спачатку ён пагуттараў з персоналам медустановым. Хадзякова ўрачам і мяцёстрам за тое, што іх професіоналізм, чуласть і клопат, да памагаўці не толькі вылішыць маленьких пацієнтаў, але і часто вырытаваць іх жыцці. Епискап нагадав, што вера ў Бога вызначаецца празлюбоў да близкіх і тых, хто знаходзіцца побач. Пасля гэтага ў адзялэнях балніцы ў ладыку супракалі дзяті. Для кожнага ён знайшоў тёплые і ветлівые словы, раздаў падарункі і пажадав худшеў істі на папралку і вертацца да дому. Пабываў епискап гомельскі і жлобінскі Стяфан, так само ў палатах дзятак, які знаходзіцца ў тяжким стані і не могуць падякаваць за турботу і падарункі. Але ля кожнага ложкал ў ладыка спыніўся, спытаў рачоў абстані малых і пакінуў абразы. Обязанность священника пройти туди, де ёс болезн, де ёс скорб, де ёс нужда в духовном слове, в духовной поддержке. І поэтому особо праздники такие, Рожества Христова, Пасха, другие праздники, мы постоянно ходим. Но я в силу своих сил, миру, прихожу на Рожество, на Пасху, поздравить деток, поддержать их, пожелать им крепкого здоровья, быстрейшого выздоровления. А врачам успеха в их труде, в работе, чтобы они лечили, и дети наши были здоровыми, счастливыми. У Беларуси протягивается доброчинная акція «Наши дети». Сёня у Гомельской в области подарунки от президента Беларуси отримали 300 дятей. Больше за 80 подарунков ручил навучэнцам 70-й школы Гомеля для дятей с порушэннями слыха на местных старшэне Гарвыконкама Виталя Томаншук. Это специализованная установа однозлепших Украине. Всебоковое развито дятей, галлоны, мэта педколлектыву. И як выник мнозство перамох навучэльных, творчэх и спортивных, для гостей навучэнца організавали свята. Галлоны, деющие особы, дети. У знахороды для их стали цацкие, развивающие гульни. По словах Виталия Томаншука, передавать подарунки от президента детям хвалюючая отказная миссия. Эмоции, які отрымливаешь подчас таких мероприемств, надолго заражают энергией. Чувство радости. Радость меня переполняет. Ну и чувство, конечно, благодарности, уважения и любви к нашим детям. Эта школа и имеет определенные успехи и определенные результаты в своей деятельности. Школа становилась неоднократным победителем и областных, и республиканских соревнований и конкурсов. Необходимо отметить, что 93% учащихся этой школы, они ходят на спортивные секции. Больше всего это на секции лёгкой атлетики. Замечательный коллектив, замечательные ребята, их родители. Так само подарунки от президента сёня отрымали выхованцы Городецкой и Улуковской школы-интернатов. Республиканская акция «Наши дети» протягнется до 10-го студене. Ее мета – подарить усім детям радость новогодних и колядных святов. Новые годы, рожство – это шанс, когда каждый верит в суд. И черновниками для инших становятся не супергерои, а самые обычные люди, которые просто не могут пройти мимо чужой бяды и одиноты. Про ширость и добрыню – сюжет Ганны Ковалевой. Прационная раница воротовальника МНС Паула Мельникова нередко починается минавито так. Заличенные секунды надеть форму, заскочить у пожарную машину и кули на воротовании життёв. На этот профессийный шлях Павел устав не дауна. Ему 19, працую у сего по уходу, а вот выбор на корысть МНС зарабил давно. Кажется, заусюду хотел допомогать людям. И, может быть, это той выпадок, когда не профессия означает человека, а совсем на дворот. Но допомогу иншим, и он приходит не только по службовым обовязкам, а и за межами пожарной части. Недавно юнак вернулся с российского Курска с перемогой в международном турнире сярод профессийных бойцов. В поединке гумельчанину сопростоял мастер спорта России по рукопашным боям «Москвич» Алексей Найдёнов. Однако, не глядяши на серьезную подрыхтовку субберника, Павел все-таки с долей устать лепшим у своей ваговой категории. У якости приз отримал наручный годинник и великий грошовый приз. Однако, тратить гроши на себе воротовальник не стал. Распорядился выигрышем по инициативе своего тренера. Мы решили купить в дом малютки подарки детям к Новому году, также к Рождеству. Фрукты, памперсы, конфеты. Ну, все, что нужно детям. Зараза в этом доме детятец находится 56 малых. Установы про мая дятей из малинства и до 8-ми годов. У их няма батьков, а Лена Жаль, есть великий спецзахворваню. Большость народилась с пороками развития. Мои тяжкие хроничные захворвания. Как и все дети, они чекают уваги и пешоты. Узять на себя частку этой отказности выросил Павел. Он тут частый гость. Приходит разом с коллегами. Приносит развивающие цацки и размалевки на тему безпеки житседейности. Размовляя и гуляя с детьми. Дорога, помир своего выигрыша Павел выросил покинуть в Сокрете. Сказал только, что сумма была серьезная. Ребята были перед Новым годом. Посетили наших детей. Причем, опять-таки, люди не называют своих имен. Это просто сотрудники. Это их средства. Это их деньги. И то, что мы узнали, это просто его коллеги сказали, что вот и есть неравнодушный человек, который спортсмен, который весь свой выигрыш потратил на то, чтобы помочь нашим детям. Если настолько много доброты в наших людях, то, я думаю, наши дети, которые лишены семьи, самое главное, родительского тепла, это очень важно для нас. Конечно, грустно смотреть на то, как детей оставляют в таких домах. Хочется, чтобы все детки нашли себе дом, родители, ну или хотя бы родители забрали их родные, исправились, забрали своих деток назад. Мы стараемся каждый год помогать чем-то детям. Также не только детям, но и ветеранам стараемся помогать. Я считаю, что это правильно. Так должны поступать каждый человек. Генна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Сто-годовый юбилей означала Калинковицкая школа номер 4. Сегодня это поспеховая научная установа с мостной учебной базой, педагогичным коллективом и сотнями выпускников, которые живут в разных кропках земного шара. На святковании юбилея побывали корреспонденты телеканала «Мазыр». Сто-годов взрос солидным, але у школы юбиляры выполнены. Их установа вечно молодая, а до свята стала еще больше прогожей. Некольких годов тому будинок грунтовно провели у парадок, провели реконструкцию. Стены школьных классов у калидоров до гэту льзают свежей фарбой, а до свята на кожной дождце. У кожным кабинете аккуратным почерком вывели вот такие надписы. Школа со стогодовой историей отшанила дверы своим выпускникам. Две Людмилы усе школьные годы садели за одной партой. Прошло 55 годов. Наверное, сильная школа. У меня два высших образования. У меня три диплома. Наверное, школа сильная. Учителя были очень хорошие. И именно так объясняли, что доступно, сильная. И говорили так. Вы все поняли? Да, все поняли, потому что мы же хотим домой, мороз. И все. Ни черта вы не поняли. Еще раз объясняю. Юбилей – лепшая нагода для сустречи с дятинством. Татьяна Рыбинович для этого переодоляла тысячи километров. Эмоции такие, что тяжко стромать. Моя мама работала в 46-й, 47-й. Она учительница тоже начальных классов в школе. Папа в 37-м году заканчивал эту школу. Мы все калинкальческие. Дети, сын, дочка, брат тоже учились в этой школе. И для меня это очень, когда мне пришли приглашения и пригласили, для меня это было очень приятно. И я, несмотря на все, как бы я тут только два дня, я решила прилететь встретиться. Этот дом стал другим домом для некоторых поколений, ученых и наставников. Педагоги отчиняли звери Украину ведов и выховывали детей в теплой сябровской атмосфере. Сегодня администрация научной установки мкнется захавать и примножить богатый опыт. Сто лет – это замечательный повод подвести итоги и поставить для себя новые задачи и планы на будущее. Конечно, сто лет – это значительный этап в истории школы. Это много славных страниц и ярких имен. Поколения наставников и вушня изменяются. Былие школьники разъезжаются по всем свете. Многие стали вядомыми и подспеховыми людьми. Школа переступила вековую мажу. Это традиции, назапашенный опыт и ауторитет. Тут выполнены 100 годов только начаток великого шляха. И сеять разумное, доброе, вечное в этих стенах будут еще до их годы. Светлана Грудьковича славу прописана у телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». У «Гомеле» протягивается новогодняя церковая программа «Дед Морозы. Львы Африки». Ее артисты поделились с журналистами, сокретами мастерства, подчас пресс-конференции. С мастерами арены сустрелася Ганна Каральчук. Хамадакута, тияк, ягодящий, называют принц Египта. Представник династии дрессировщиков, якой Амаль 170 годов. У першыню клетку с львами Йону вайшу два годы. Адресурой драпежников пачау займацца усемь. Паводля его слов, знакомитый трук голова у пащи льва – один из самых простых. А вось групповые номеры потребуют шмат силы подрыхтовки. В зимной арене одночасово выступают семь нубийских львов и один бенгальский тыгр. Однако гэта толькі частка ягодаванцев. Хамадакута приеха у Гомель с 17 драпежниками, сирот яких и дорослые, и маленькие. Гэта той рэдкі выпадак, калі при добрых адносинах да іх львы размножаюцца ў няволі. Пры гэтым нубийскі льв – рэдкі звер, занесіны ў червоную кнігу. У худким часі Хамада планує вайсти на арену ўжу с 13 падапечными. Інші один номер, з основанай на Контакте. Артыстов жывёламі – конно-акробатычный аттракційон і рэстон. Яго керавнік – Махарбек Канукал, працюй з конями ўже 53 гады і добра разбіраюцца ў характері паводзіных жывёл. Складаная трукі на конях – знакамітый кабардзінской пароды. Выконанная храбрыми і спрытными джигітами, ў сполучэні з асітінскімі танцэмі і народными кастюмамі – заправдная ўсходня разыночка программы. Саморазыковый трук – групавая язда трёх джигітав, які стоять на адным коні. Аднак самі артысты підкреслюють, што галовна ў нумары – не ёго складанасць, а падача. Смысл циркового іскусства ж не тільки в тому, шоб научиться трюк делать. Його цирковой артист, в первую очередь, он должен это припадать. Так само джигіт, а зараз яшчай керавнік акробатычного нумару «Партерный палёт» Алишер Алию, стверджаю, што на самой справе працаваць жывёлыми значно простей, чым з людьми. Зараз ў ў нумары задзенчаны 10 артыстал, і кожны маю свой характер і звычки. Його команда привязла ў Гомель унікальний нумар – палёс чотирмя дистанціями на вишені 9-поверхового будинка. Над аттракціонам артисти працювали два годы, а зараз вязуть своё ноу-хау на міжнародний фестиваль у Монте-Карла. По 4, по 5, по 6 часов не выходим з манезу. Сложность этого элемента на 9 метрах, што лавиторы всі стоять привязаны, і нет момента подойти вправо-влево. Любая ошибка вальтежура наверху може закончиться действительно либо серьёзной травмой, либо летальным исходом, потому что сетка в этот момент она не спасёт, потому что спалки выкидывает за сетку. Убачить унікальну цирковую программу на гомельском манеже можна до 14-го студзеня. Ганна Коральчук, Валерия Гопанько, телерадио «Кампания Гомель». 2018-й гэта той час, калі можна ў прамым сэнсі абзавестіся символом новага года. Як вядома, па ўсходнім календары їм з'являецца сабака. Для многих гэта стала падкаскай таго, што дарыць родным і сябрам на Новый год. Прыемная можна сумястіць с карысным. Для гэта гэта достаткова бясплатна узять на опеку сабаку, які паволі тяжкагалёсу опынувся на вулице. А затым был падабраны воланцёрамі. Гомельскі воланцёрскі рух па абароні бяздомных жывёл падарым шанс, вядомы не толькі ў сваім рэгіоні, але і за яго межамі. Яго історая распачалася каля сяміга да ўтаму. Увесь гэта час воланцёры вялі актыўную добрачынную кампанію. Увыніку да памаглі ўлаткаваць ў добрай рукі большак тысячу бяздомных жывёл. Зараз на іх апецы знаходіцца каля ста жывёл. Яны агледжаны ветеринарам, прищеплены і стерилизованы. Іх утрымання і лячыня праводзіцца на добрачынные сродкі. Унести сваю кладу гэтую справу можа кожны. Достатково завязацца з воланцёрами пра соціяльні сеткі прапанаваць да памагут і подарыць одному з жывёл шанс на тёплый дом. Учитывая, что этот уже год собаки, я думаю, что для каждого человека очень важно иметь друга, очень важно иметь надёжного друга. А как известно, собака – это очень верный друг человека, который никогда не предаст. А те животные, которые были изъяты с улиц, которые были бывшими брошенными, бездомными, они, как правило, очень преданные животные. Поэтому, если есть желание, если есть возможность кому-то подарить шанс, пожалуйста, обращайтесь к нам в движение. Мы обязательно кого-нибудь вам подберём с огромной радостью. Атмосфера отсюда у гэтые дні пануе і у музея-аутографа. Свято рожства, традиции і сучаснасть. Под такой назвай у іма открылась выстава молодого фотографа Віктори Кручко. 20 работ у жанры городського пейзажу передаюць дух і настрой европейських городов напереды дні Нового года і рожства. У большісті з їх у гэтый перейд прийнято упрыгожувать ёлки, спешацца за покупками на калядные кермаши і рыхтаваць подарунки. При гэтым кожнае країна мае свае непауторные традиции. Переканадца у гэтым можна, наведавши выставу Центральной городской бібліотецы Мя Герцена. Это тот день Рождество, который люди в Європе ждут просто очень сильно. Они к нему готовятся очень долго. И поэтому у них существует очень много древних традиций, которые берут свои истоки ещё с 9-8 века. Вот, например, у нас сейчас тоже приходят некоторые традиции, взятые из Европы. Тот же рождественский венок с четырьмя свечками. Но у нас немного не знают, в чём смысл. И цель моей выставки – немножко приблизить людей к тем традициям, которые мы перенимаем, рассказать им об этом празднике. Выстава «Скура. Колера. Объём» открылась у картинной галереи Гаурила Вашенки. Основы экспозиции складают портреты, натюрморты, малявничо-графичные композиции Татьяны Карчашкиной. Аутор створяет картины с натуральной «Скуры» уже больше 20 лет. Сама Мастачка называет свою технику с получением скульптурного рельефа, с декоративного прикладного материала, с графичными и малявничными элементами, и признается, что кожная работа – это своего рода эксперимент. Хотелось бы пригласить на замечательную выставку мастера из города Бобруйска Татьяны Сергеевны Карчашкиной. Образ, цвет, кожа – это замечательное произведение искусств. Я думаю, очень многим она будет интересна, не только, скажем, любителям этого искусства, но и колледжу народных художественных промыслов, дизайну. Одним словом, мы рады будем видеть вас в стенах нашей галереи. У колядную ночь 6-го на 7-е студене громадский транспорт у Гомеля будет працавать до половы 6-й годины ночи. График протягнуть для 4-х аутобусных и 3-х троллейбусных маршрутов. Они обраны таким чином, чтобы максимально связать практически все районы города. У приватности на маршруты выйдут автобусы номер 17, 12, 18 и 20. У колядную ночь будут таксамы курсировать троллейбусы 5, 20 и 21. Калядная служба 7-го студеню свято-петропавловским кафедральным сабору Гомеля пройдя сурдоперокладом. Литургию означалит епископ Гомельский Жлобинский Стяфан. Святочные службы сурдоперокладом для Гомельской епархии стали традиционными. Верники со слабым слыхом могут посповедаться на мове жестов и принять пауновартостный удел у набаженствия. Морозы до 9 градусов чекаются в Беларуси на початку наступного дня. Об этом поведомили у республиканским гидромедцентры. У нашем регионе у понеделок у день будет каля нуля, а у торок минус 2. Початок студене в Украине выдався нацвыше и теплым. У леса Гомельской в области навыд выросли грыбы, расцвели кветки. У Светлагорску зауважили хрус шоу. Цікаво, что в минулому годе у нашей краине ночь 6 на 7 студене была самой холодной. Морозы досягали 32 градусов. Назиралися сбои у технице и перабои за теплением. Гэты и иншы новины вы можете узнасти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tivergomel.by На гэтым выпуск завершены. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин